здравствуйте сегодня я показываю как я буду сепарировать молоко от меня я показываю накопилось очень много баночек молока потому что я не успевала делать сыр и у меня очень много накопилось молока и вот и показывают циферки сейчас на банках это время дата когда я отдаю указу я записывал просто чтобы узнать какого-какого молоко у меня и вот и показывается что у меня 5 за пять дней накопилось столько молока и вот у меня есть такой сепаратор матросич 100 9 литров бак у него сверху вот и я буду сейчас сепарировать все несмотря на то что я даю не руками а даем на аппарат у меня ничего не скисает и за 5 недель и больше не бывает стоит молоко на творог на жирные чудеский сайт и сейчас я показываю что я грею молоко потому что молоко надо заливать 40 градусов не сепарации сейчас я готовлю кастрюльки ставлю уже буду сейчас сепарировать вот это мешая молоко и сейчас разогрела меня просто просили поснимает то что я делаю из молока и я решила заснять свои приготовления что я делал на самом деле делая очень много всего но все что можно сделать с молочных продуктов и это все дело вот тут я сейчас буду заливать я первых включила мотор сечь и разогревать надо чтобы он разошелся мотор уже хорошо работала надо его залить горячей водой не кипятком не делайте как я надо 50 60 градусов где-то залить это я показываю что надо повернуть эту точку на вот эту ямку чтобы вода или молоко пошло вот кипятком не надо потому что когда я кипятком заливаю мне иногда поплавок разбирается трескается так разбирается и у меня там внутри и у меня начинает молоко вытекать из всех щелей кроме нужных поэтому лучше 50-60 градусов заливать молокой не молоко а водичку то есть прогреть надо сепаратор чтобы он разошелся нагрелся и что в молоко уже хорошо шло это же молоко должно быть теплым чтобы сливки хорошо шли вот и здесь короче у меня очень много накопилось молока не перекопилось и сказала молока потому что даже когда я сепарирую макой сранспарьер умеешь потому что такие объемы не очень тяжело сепарировать потому что потом тяжело делать творог то что его очень много это все тяжело сепаратора держит большие объемы в этом плане его молодец как бы все хорошо работает но вот здесь конечно перекопила потому что я хотела в саду пропутать погода позволяла и тяжело было то есть чтобы за сыром следить это надо целый день потратить потому что все равно это надо там все по времени буквально по секундам надо там сыворотки там ферменты все это надо не чтобы не перестояло иначе молоко закиснет сыр закиснет но все будет не так как надо и мне надо на сыр всегда 20 литров молока потому что у меня сыроварня я раньше в кастрюльках варила теперь сыроварня попросила может то что меня вечно дети меня займут и этому бегу забуду у меня то перегреется молоко в кастрюльке то у меня нос киснет потому что долго стоит я не успеваю там помешать там его слить или еще что-то поэтому сыроварен на самом деле меня очищает это сейчас показываю что сепаратор вот этот еще тоже спарированное молоко а вот тут сливки сливки я делаю средний там можно настроить густоту сливок но мне удобно средней сливки потому что и я и не только на массовом мороженое еще делаю и густые сливки на мороженое мне не нужны вот и и вот у меня сыроварный не там туда заливается 20 литров молока ну а здесь я все подумал думал сейчас сейчас делаю сыр сейчас делаю и в итоге не сделала решила оттепарировать молоко на масса при том что у меня скоро коза пойдут запуск поэтому все равно мне масса очень нужно здесь как раз перегревала молоко в кастрюле перегрела но это не проблема потому что можно вот разбавить прохладным молоком из банки то есть чтобы была такая как раз средняя температура вот здесь конечно я получил смогу ну будет масло побольше зато не надо будет больше делать масло то что козу идут запуск и не будет мне будет дается только одна коза одна коза это будет у меня только на попить этим потому что у меня детям уходят где-то в день среднем 3 литра молока плюс-минус в основном плюс поэтому три литра молока нам хватает на один чтобы дети попили они любят молоко но здесь меня конечно катастрофически не хватало кастрюлик это просто какая-то была беда потому что накопилось 3 6 литров молока и кастрюлик у меня просто не хватало здесь измучилась я куда наливать какие кастрюльки вот здесь сейчас я тоже вот сливки у меня уже не рассчитала я тоже кастрюльку маленькую поставила и сливки уже сейчас через края мне польются поэтому я сейчас решила другую кастрюльку перелить сливки вот и ставлю сливки на 1 на 2 в холодильник но в основном где-то на день потому что это сливки перестоят они становятся с кислинкой мне масса не нравится с кислинкой то есть я люблю как там такое но свеженькая сейчас возьму лопаткой оставшиеся сливки со скребом с кастрюльки которые не рассчитала ну вот это сливки и сливок я делаю масло и мороженое сметана все не не хватает дают вот разбираю сейчас свой аппарат вот у меня на части где сливки выходят идут у меня остается очень много сливок я беру маленькую узеньку меня ложечка есть чайная и убираю все эти сливки оттуда сливаем чтобы ничего не выливать на дальше продолжаю распирать видите меня темные темные части потому что это алюминий я как-то забыла и сунула в посудомоечную машину с таблеткой у меня все вот так вот потемнело убираю сам мотор натираю настолько у меня баночек накопилось которое надо будет мыть сейчас буду мыть все части от сепаратора вот игру один раз засунула все это посудомойку все это потемнело и теперь я решила потому что знаю что я все забуду и теперь я все умою руками вот и сейчас все ключик вот этот ключ который сейчас покажу его нельзя терять он должен быть в надежном месте что потеряете все настроить будут сливки не открутить будет эту штучку но неудобно а вот и мои сейчас все это руками в раковине очень много стаканов там 12 штук этих стаканов очень удобно мыть у меня просто очень болит спина когда я долго нахожусь у раковины и поэтому для меня это конечно проблема но это лучше чем чем мыть без таблеток в посудомоечной машине ты все равно это жир надо это снова я мою все новым хозяйственным ну потому что у нас и в септик уходит на что все таки не нарушать там тоже бактерии всех тех микрофоров септика но хозяйственным непривычно мне нравится здесь я все смывая от мыла и сейчас я это все буду сразу же сушить бумажечку потому что не люблю когда что-то у меня где-то стоит сушится люблю сразу все убрать чтобы было чисто уже все и забыть об этом вот и показываю стаканы они разные 12 штук и их надо собирать поочередно и всех собрать неправильно то не потечу не потекут сливки поэтому ты показываешь что они разные дырочка с костями они разных местах находятся их надо чередовать ничего сложного в общем-то нет хотя вначале когда мы только купили сепаратор мне казалось что это так сложно но когда привыкаешь уже всем быстро уже как-то привычно вот есть мы специально искали сепаратор чтобы не было пластмассовых штук у нас здесь есть одна вот эта деталь пластмассовая все остальное у нас улюминий потому что читали отзывы что эти все пластмассовые штуки очень часто ломаются и изменить их никак нельзя поэтому мы купили а из нержавейки сепаратора нет есть только из алюминия но ты показываешь что у меня вот столько баночка с хорошо мне муж купил посудомоечную машину специально я попросила чтобы он сделал кухню с посудомоечной чтобы я банки могла мыть потому что банки конечно это мучение мыть тем более у меня дойки руки шире стали раньше близенький ща шире и банку уже неудобно лазать когда поэтому вот кухню мне тоже муж сделал полностью сам все вообще все сам сделан ну вот я тут прибрала ее сейчас чтобы чистенько было люблю все оттепарировала я молоко уже поздно поздно совсем поздно уже 12 часов я еще хочу немножко посидеть отдохнуть потому что не могу рано лечь спать то что хочется посидеть тишине вот но что я хочу сказать что я с еще раз наверно попробую вам показать как я делаю масло творог может быть получится как делаю сыры вообще обычная из молока делаю ну практически все что можно сделать из молока это и сгущенкой мороженое и йогурты и коктейли сыры и всякие разные но в основном мы делаем твердые сыры потому что мы сможем любим твердые сыры ну и дети соответственно тоже вот либо вот еще плавленые сыр бывают делу когда мне есть время силы настроением что еще можно сделать из молока короче все что можно все пытаюсь сделать но естественно сотворки да вот и по возможности буду показ вам если вам это конечно интересно 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 или нет пишите в комментариях пишите может быть что-то вам особенно было интересно посмотреть может быть подробнее о чем-то на чем-то остановиться потому что тоже не знаю что мне снимать периодически бывает думаю что же снять вроде много тем а что интересно людям я не знаю а вот и сейчас буду прощаться пишите ну все до свидания